На отсутность новых выданий в библиотеках не скарзится. История русов, типа «Кариня Сибири» — это российское выдание. Есть и очинные, но целая серия библиотеки Союза письменников Беларуси. Михася Слива на Днепровском лузе. Слива — это творческий псевдодим гомельского письменника Михаила Ковалева. Все это с книгой «Гумору не треба хваляваться», и он стал одним зла врата у премии областного законодательского комитета имя Кирилла Туровского. В общем, в этом году на конкурс было подадено 70 рукописов для паравнания. Летость 42 в 2013, первый год проведения конкурса, 37. Члены жюри означают, на жаль, у некоторых молодых авторов не хотелось дольностей, как написать творы, цикавые для самых широких околочетачов. Але и при этом зарабить выбор было непросто. Алексей Бычков усе тяжкости переодолил. Его «Любов на адвоклости зорок» написано по мотивах историчных романов Михаила Рассолова, канцлер Румянцев-Гомецкий. Правда, гэта пьеса, ориентованная у тем леку на сценичную постановку. Это не инсценировка романа, а это оригинальная пьеса. Потому что мною придуманы и персонажи, видены новые, которых нет в романе. Да и сюжет, собственно, уже развивается под конец, расходится с тем, что Михаил Михайлович Рассолов писал в своем романе. По великим рахунку, присуджение литературной премии Гомецкого Абала Конкама, гэта протяг традиций ящи советских часов, калі держава патрымлювала талиновитых письменников і паэтов. Головное потребование дамасадских творов, яке представляется на литературный конкурс имя Кирилла Турустага, яны павінны распавідаць про родный край, яго традиции і культуру, а так само об знакомитых людях Гомецкой в области. Рукописы, які прознаюцца лепшими, выдаюцца особными книгами, правда, не вельми великими таражами, але гэта з усім не означає, що читачі за імі ніколі не ознайоміться, роботніки бібліотек подкреслююць, друховані ваданні сьогодні пораннішому застаюцца за потрапованами, але йось і інші махчымасі ознайоміться з написаном. Головне, як обчитали. Берут і аудиокнігу тож, але це ж не значить, що її не читають совсем. Независимо от того, в якому віде форматі читають, главное, що її читають. Якщо є какая-то искра божья, скажем так, то человек пробьється. Олег Сентюров, Євген Макеенко, Телеради компанія «Гомель».